Давно замечаю такие телесно-телевысыпания, вот и решила проверить, узнать. Меланома – самый агрессивный из всех известных на сегодня форм рака. Заболевание стремительно прогрессирует и даёт метастазы достаточно быстро. Если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 90% случаев оно будет излечимо. Человек должен себя осматривать хотя бы один раз в три месяца. Не нужно никаких способных приборов. То есть у нас у всех в доме есть большое зеркало и маленькое, чтобы можно было осмотреть те участки, которые нам недоступны для осмотра. Если мы видим, заметили, что родинка стала необычного цвета, приобрела либо более тёмную окраску, либо появились скрапления розового, сиреневого и так далее цвета, границы стали нечёткие, резко начала увеличиваться в размерах, появилась болезненность. Это повод забить тревогу и обратиться к врачу. Заболевание начинается в том числе из-за долгого нахождения на солнце без каких-либо защитных средств. Совсем скоро дачники будут регулярно посещать свои участки. В этот период важно помнить о своей безопасности. Специалисты рекомендуют сократить время пребывания на солнцепёке до двух часов. Есть фототипы кожи, которые менее подвержены ультрафиолетовому облучению. Это люди со смуглой кожей. А светлокожие люди более восприимчивы к солнечному излучению. Особенно те, которые имеют на лице веснушки, пигментные пятна на коже. То есть это группа риска по развитию всех меланоцитарных образований. Обезопасить себя можно солнцезащитными кремами и специальной одеждой. Врачи также рекомендуют избегать солнечных ожогов. Для профилактики меланомы Краевой кожно-венерологический диспансер проводит ежегодную акцию, приуроченную ко дню диагностики меланомы в России. В этот период врачей посещает от 300 до 2500 жителей края. Узнала, что проводится акция «День меланомы» в городе Хабаровске. Забеспокоилась, потому что на теле появились родинки, пятнышки непонятные. То есть решила проверить. Всем нужно проходить такие акции, потому что солнце, мы загораем, мы не следим за своей кожей, а потом бывает, что обратиться уже поздно. Все хотят быть здоровыми, поэтому откуда мы знаем, что за заболевание, и чтобы его приостановить или дальше вылечиться, то нужно обратиться к врачу, чтобы назначили правильное лечение. В год на территории Хабаровского края меланомы выявляются у 30-40 человек. Заболевание, пойманное на ранней стадии, успешно подается лечению. Сама диагностика абсолютно безболезненная. Самый первый этап диагностики – это глаза врача. Они очень важны, и опытный доктор всегда видит, заслуживает ли на образование внимания. Если оно заслуживает, то вот этот прибор, который позволяет заглянуть под верхние слои кожи, разглядеть структуру новообразования и уже определиться дальше, что с ним делать. В своей работе дерматологи используют искусственный интеллект, который помогает выявить даже самые маленькие предпосылки большой проблемы. В рамках акции аппарат не применялся, так как диагностика на нем занимает много времени. Этот прибор врачи используют, когда новообразование кажется небезобидным, и медикам необходимо определить степень его агрессивности. Для оценки образования к нам на помощь приходит искусственный интеллект. Он позволяет сделать быструю оценку образования, и есть определенная шкала, которая показывает, в какой зоне риска находится образование – доброкачественное, пограничное, либо уже есть подозрение злокачественного новообразования. В среднем диагностика меланомы занимает от 5 до 10 минут. Диагностика рака кожи на ранних стадиях – одна из важнейших задач нацпроекта здравоохранения. Виктория Заикина, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.